Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами интересная тема Participle Closes Пусть никого не пугает что это за новое такое умное слово на самом деле Participle Closes это фактически Participle Complexes в каком-то смысле причастные обороты В английском языке причастные обороты играют почти ту же самую роль, что в русском все то же самое это как правило уточняющие какие-то эпизоды предложения, которые выделяются запятыми которые можно игнорировать иногда при чтении или при письме при понимании предложения как хотите но иногда бывает и такое что причастным оборотом заменяют целое подчиненное предложение почему собственно оно и называется Closes, потому что это подчиненные предложения, которые сами по себе никакого смысла не имеют они имеют смысл только в связке с общим, со всей структурой предложения давайте посмотрим примеры я специально выдрала кусочек теории из Gateway B2 Plus дабы самой не сочинять предложения здесь очень хорошие такие качественные образцы если мы начнем переводить сначала получится по прозвищу пташка Эва Вишнерска взлетела высоко ну сами понимаете не звучит абсолютно это тот случай когда лучше всего начинать переводить с подлежащего вот мое подлежащее вот мое значит сказуемое здесь Nicknamed Birdie просто является уточнением то есть Ева Вишнерска по прозвищу вот это вот дело вот это все будет переводиться по прозвищу или с прозвищем по прозвищу пташка я Birdie переведу рискну то есть вот этот вот кусочек вот это мой причастный оборот что здесь за причастие здесь стоит past participle это строго говоря это депричастный оборот если уж на то пошло если уж быть буквой едом это past participle у меня здесь или participle to третья колонка таблицы неправильных глаголов или же просто глагол с idом в данном случае далее следующее having watched her in action her friends suggested she should end her competitions посмотрел на нее в деле ее друзья предложили ей участвовать в соревнованиях здесь та же самая почти что картина у меня подлежащая дальше там сказуемое какое-то дальше там еще какие-то слова это уже тоже не суть важно но как бы там ни было у меня тоже ситуация когда я могу начать переводить со своего подлежащего ее друзья предложили ей участвовать в соревнованиях посмотрев на нее в деле можно и так говорить здесь у нас стоит perfect participle и здесь в отличие от предыдущего предложения здесь полноценное предложение такое как бы почти завершенное здесь какие-то еще зависимые слова от этого причастия есть здесь хоть что-то видно в отличие от предыдущего где всего-то два слова ладно идем дальше посмотрим что у нас еще when paragliding you need to find good thermals когда вы занимаетесь paragliding вам нужно найти хорошие потоки теплого воздуха и вот здесь вообще очень интересно потому что тоже всего два слова но когда мы переводим в этих двух словах заключена целая мысль заключена целое предложение здесь у нас present participle стоит и если это переводить это будет звучать так когда вы занимаетесь paragliding то есть слово когда мы переводим вы занимаетесь paragliding это все одно слово paragliding вот таким образом я наверное напишу перевод еще этой части вот этой посмотрев на нее в деле чтобы были переводы и подчеркну как переводятся мои причастия ладно едем дальше being a tough competitor her obsession was to catch up поскольку она была очень жестким участником соревнований ее одолело желание догнать соперников здесь сами видите здесь потрясающе длинная мысль здесь с одной стороны здесь все просто потому что здесь самый обычный present participle стоит точно так же как в предыдущем предложении то есть здесь то же самое но с точки зрения перевода здесь нужно при переводе иметь ввиду что есть слова которые надо додумывать будучи я сюда напишу жестким конкурентом я напишу так хотя на самом деле там участником соревнований но мне просто не хочется писать слишком длинно будучи жестким конкурентом вот это будучи это и есть мой present participle вот он или поскольку она была жестким конкурентом можно и так говорить то есть по сути здесь причина завуалированная далее следующее covered in ice despite the warm ground temperature her mobile phone began to ring покрытый льдом несмотря на высокую температуру на земле ее мобильный телефон начал звонить здесь у нас опять же ситуация с past participle здесь вот он мой past participle стоит и как видите когда past participle у меня просто какие-то уточнения признаки нет явного действия вот уточнение просто что вот покрытый льдом телефон не просто телефон зазвонил а он был покрыт льдом точно так же не просто эва вишнерская там любит летать а что у нее прозвище еще есть пташка вот такие вещи то есть past participle это уточнитель и он показывает как правило какие-то дополнительные характеристики моего подлежащего далее ну давайте напишем тоже перевод далее последнее making a monumental effort Emma was able to give them her coordinates делая большое усилие Ева была способна дать им их координаты здесь у нас опять present participle стоит точно так же как в c и в d здесь тоже present participle making и здесь опять же обратите внимание в отличие от past participle здесь у меня опять же закрыто или зашифровано или как хотите замаскировано действие делая большое усилие или колоссальное усилие можно так говорить колоссальное лучше звучит вот таким образом по большому счету у нас в наших participle clauses в наших причастных оборотах могут участвовать абсолютно любые причастия но нужно помнить что причастие причастию рознь и в зависимости от того что я употребляю у меня будут некоторые нюансы и так present participle что он обычно значит и для чего его ставить в обороте когда я ставлю в обороте present participle по большому счету это аналог present continuous где-то он заменяет собой present continuous дабы не писать предложение в present continuous я ставлю present participle кроме того present participle сообщает мне всегда какое-то дополнительное действие то есть он делал то-то но кроме этого он делал еще то-то то есть дополнительное какое-то действие которое было одновременно с чем-то еще если я поставлю past participle тогда у меня будет совсем другая картина значит present participle это inc past participle это id дабы не запутаться ничего не перепутать past participle обычно в каком-то смысле заменяет passive voice если я не хочу ставить passive voice я могу сделать структуру с past participle вот например как у меня было здесь nicknamed birdie по прозвищу пташка если прозываемая пташкой можно сказать если вот так вот дословно прозываемая называемая пташкой равно как и здесь покрытый то есть можно было сказать что телефон был покрыт льдом несмотря на теплую температуру и так далее и так далее можно и так но для этого надо поставить passive voice и согласитесь предложение будет гораздо длиннее и так его адекватная замена это вот past participle кроме того past participle всегда означает какие-то дополнительные признаки он не показывает действия как таковое как это явно показывает винговая форма он показывает дополнительные признаки подлежащего то есть если мне надо какую-то дополнительную информацию вот я ставлю past participle кроме того особняком стоит еще perfect participle показывает какие-то дополнительные действия обычно которые случились раньше до основного действия и в этом смысле он прекрасно заменяет перфекты если меня тошнит от перфектов я могу поставить having done having gone и так далее и так далее в этом смысле он больше похож на инговую форму ибо он по сути так и выглядит having там чего-то нужно также принимать во внимание что все эти причастные обороты если вам они не нравятся вы можете их избежать перестроив свое предложение с согласованием времен это будет длинно это будет не очень красиво но это будет правильно вот возьмем первое предложение посмотрим можно ли было сделать так чтобы здесь не было никнеймд как-то красиво сказать без вот этого вот оборота что можно было сделать сделать действительно что-то можно например я могу сказать так эва вишнерска дальше я ставлю уточнение who was или is или has been это уже такое дело никнеймд которую прозвали вот оно birdie вот пожалуйста ну и дальше пошло поехало has flown и так далее и так далее это уже не суть важно вот таким образом вот так я избавилась здесь по идее запятые даже можно было бы поставить это noun clause по большому счету предложение подчиненной которое уточняет мое подлежащее далее второе предложение что можно было сделать здесь having watched air in action и так далее и так далее если у меня perfect participle я могу быть уверена что его можно заменить каким-нибудь перфектом past perfect present perfect не суть важно здесь у меня прошедшее время поэтому past perfect я поставлю я скажу так have friends дальше опять же я ставлю who и дальше had и дальше у меня будет perfect had watched hair in action дальше запятая и дальше suggested и так далее и так далее пошло поехало hair там to enter the competition я сейчас не смотрю уже это уже не суть важно короче говоря вот мой perfect participle во что он превратился то есть опять же что это это опять же подчиненное предложение это noun clause это подчиненное предложение которое уточняет мое подлежащее какие друзья которые смотрели ее в деле далее следующее when paragliding you need to find good thermals когда вы занимаетесь параглайдингом вам нужно здесь наше русское предложение само за себя говорит ну вот давайте сделаем такое же английское when you go paragliding занятия какие-то употребляются с ингом paragliding you need и так далее и тому подобное вот таким образом вот что у меня получилось в результате вот такая вещь и так далее дальше я уже не буду писать я просто буду говорить being a tough competitor her obsession was to catch up because she was a tough competitor her obsession was to catch up потому что она была и так далее и так далее я поставила самое обычное прошедшее время далее covered in ice despite the warm ground temperature had mobile began ring her mobile was covered in ice despite the warm ground temperature and began the ring тоже такой вариант далее making a monumental effort ever was able и так далее и так далее ever was making a monumental effort and was able to give или наверное даже не так наверное лучше так ну как-то так вот вот что-то в этом духе то есть да любой причастный оборот можно перестроить в подчиненное предложение оно будет как правило уточняющим нужно помнить что делая так я делаю свои предложения гораздо более громоздкими если вас это устраивает нет проблем вы можете так говорить но причастные обороты делают мою речь намного более изящной намного более красивой и понятной как это ни странно да с точки зрения грамматики это сложно но с точки зрения здравого смысла это очень даже красивые удачные фразы поэтому советую вам эти participle clauses полюбить они вам понравятся поверьте мне употребление точно такое же как в русском языке очень все похоже просто надо помнить да несколько вариантов причастий есть те которые показывают признаки есть те которые показывают дополнительные действия и зная это дальше вам будет все легко и понятно спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал спасибо за внимание